Здравствуйте, друзья! В этом видео мы отправимся исследовать подземелье на территории священного древа Микелы. Чтобы сюда попасть, нужно использовать тайный медальон древа на подъемнике Рольда. Лифт доставит нас в подземелье тайный путь к святому древу, поэтому с него и начнем. В начале пробегаем прямо до развилки, где избиваем двух ополченцев. Эти ребята весьма опасны. Они наносят большой урон и имеют атаки на расстоянии, поэтому оставлять их без внимания никак нельзя. Избавившись от угрозы, продолжаем движение и подходим к комнате. Внутри есть лут, две охраняющие его осьминожки и огромный осьминог, который якобы незаметно висит на потолке. Пробегаем вперед, бьем мелких, чтобы не мешали и начинаем обрабатывать с дыровяка. Тварь довольно опасна в узком пространстве, поэтому необходимо брать инициативу в свои руки. В этом помогут усиленные атаки с прыжка или еще лучше заряженные. Восьминога, совсем немного выносливости. И в случае с дробящим оружием, буквально двух заряженных атак, как правило, хватает, чтобы его оглушить. Расправившись с моллюском, подбираем с тела согревающий камень и возвращаемся к развилке. Поднимаемся по лестнице на площадку, находим сломанные перилы и падаем в этом месте вниз. На первый взгляд это может показаться актом суицида, но на самом деле тут есть невидимый пол. Осознав, что жизнь нашего персонажа в относительной безопасности, по прямой идем к проему в южной стене. За ним справа подбираем могильный ландыш и снимаем иллюзию. За ней оказывается спрятанный сундук, а в нем талисман серебряный скоробей. Эта безделушка повышает показатель удачи на 75 единиц, что значительно упрощает фарм предметов с мобов. Возвращаемся на невидимый пол и теперь прямолинейно идем к проему в противоположной стене. На самом деле тут не стоит бояться упасть в пропасть, так как поверхность невидимого пола довольно большая. За северным проемом в комнате засели три ополченца. Врываемся, бьем негодяев и, подобрав с тела священный бутон, возвращаемся на невидимый пол. Теперь сворачиваем направо и идем прямо вдоль стены. Впереди будет ополченец, а за ним еще один проем. Бьем мелкого, заходим и попадаем в засаду. Оказывается, справа от входа в уголке притаился второй негодяй. Избавляемся от напавшего, забираем могильный ландыш и выйдя наружу снова сворачиваем вправо. Тут внизу можно увидеть площадку с лутом. Падаем на нее, забираем руну героя и находим в стене оконный проем. За ним окажется компания из двух ополченцев и огромного осьминога. На самом деле это довольно противное сочетание. Если не убить мелких до того, как спустится осьминог, то он закроет их своей тушей и позволит им безнаказанно атаковать с расстояния. Если такая ситуация сложилась, то можно отступить в нижнюю часть помещения. Но там стоит сразу убить ополченца и ни в коем случае не заходить в комнату под лестницей. Избавляемся от мелких, потом бьем осьминога. Теперь подбираем с тела старый клык и дергаем рычаг у стены. Это откроет путь к местному боссу. Спускаемся по лестнице и проверяем, что находится в помещении под ней. А там в темноте притаилось несколько ополченцев и на теле лежит смола из корня. Другими словами, сюда можно и не соваться. Удовлетворив любопытство, отправляемся к боссу. Им окажется блуждающая слеза, которая обратится в нашего двойника и покажет, как не надо играть нашим персонажам. Одолев самозванца, получаем прах Омона, монаха черного пламени и корень смерти из сундука на арене. Теперь идем назад и сворачиваем влево. Проходим по коридору до лифта, поднимаемся на нем и находим талисман волшебного дракона плюс два. Также рядом будет оконный проем, за которым окажется группа врагов, могильный ландыш и лестница, ведущая к выходу из данжа. На этой же лестнице расположилась благодать. Активируем место отдыха и отправляемся назад проверять, что мы упустили. Спускаемся, убивая врагов на пути и внизу лестницы подбираем с тела ледяную смазку. И это все, что мы упустили. Дальше будет три ополченца, огромный осьминог и выход к тому месту, с которого мы падали на невидимый пол. Тут закончили. Отправляемся к восточному краю локации, где находим вход в катакомбы под священным полем. Внутри активируем благодать и приступаем к исследованию. Аккуратно поднимаемся по лестнице, убиваем беса висящего на стене и доходим до морозной ловушки. Деактивируем ее атакой дальнего боя. Теперь движемся по коридору и подвергаемся атаке слева. Убив беса, проходим в комнату и воспользовавшись ловушкой, поднимаемся на площадку, где стоит еще один бес. Этот дурачок атакой нас спрыгивает вниз. Да и фиг с ним. Забираем пилюли и отправляемся за мобом. Убиваем его и снова деактивируем ловушку. Теперь в коридоре сворачиваем направо. Доходим до закрытых дверей и снова сворачиваем направо. За лестницей будет большой зал. Тут можно совершить хитрый маневр. Для этого нужно без задержек пробежать за ловушку. Там будет относительно безопасное место, где нас не достанет страж катакомб, который притаился справа. Теперь можно подождать, пока страж подойдет к ловушке и начнет получать от нее урон. Направление работы ловушки можно менять, нанося по ней удары. Таким образом можно безопасно уничтожить врага. Закончив, подбираем с тела в зале смолу и отправляемся в восточный коридор. В его конце будет комната, где на стенах висят бесы. Если не уверены в себе, то их можно аккуратно выманивать. Расправившись с врагами, забираем ландыш. Теперь возвращаемся в зал с ловушкой и идем в коридор напротив. За ним будет лестница. Поднимаемся по ней и обнаруживаем комнату со стражем. Также здесь лежит какой-то лут. Врага можно бить, а можно стянуть у него из-под носа голову беса старейшина и улизнуть. Но в таком случае забрать ландыш и осколок кости будет проблематично. Теперь направляемся под лестницу и находим слева проход. За ним будет помещение, в котором ходит рыцарь чистой гнили. Бьем врага, после чего забираем ландыш и отправляемся в соседний коридор. Проявляем осторожность, так как за лестницей расположилась знакомая ловушка и справа за углом бесенок. Выбрав момент, пробегаем вперед, бьем беса и настраиваем ловушку так, чтобы она не мешала пройти в коридор слева. Теперь проходим туда, агрим двух рыцарей гнили и тут же делаем тактическое отступление. Выбежав обратно, меняем положение ловушки и наслаждаемся плодами нашего коварства. Поживившись халявными рунами, снова меняем положение ловушки и безопасно идем забирать ландыш. Вернувшись, используем ловушку в качестве лифта. Наверху подбираем золотую руну, ландыш и дергаем за рычаг, открывающий проход к боссу. Теперь снова катаемся на ловушке. Катаемся, я сказал. Ты че тварь? Слушайся. Да ну тебя. Короче, нахрен ловушку, просто спрыгиваем вниз и бежим к благодати восстанавливать фляги. Справившись с задачей, отправляемся бить босса. Его роль тут играет гладиатор, который перед боем пафосно скидывает в себя модный плащ. Кроме этого, из его особенностей можно выделить гниль, которую босс накапливает атаками. За победу над ним получаем 78 тысяч рун, крупный могильный ландыш и плащ гниющего хранителя могил. С этим данжем покончено. Отправляемся дальше. Следующее подземелье расположено у реки южнее малого древа. Чтобы в него попасть, придется потратить два мечевидных ключа. Далеко от этого места у замерзшего водопада можно сразиться с лавовым змеем Теодориксом. Но если вы на это решитесь, то помните, что эта тварь запросто убивает с одного удара персонажа в тяжелой броне с 1500 здоровья. Ну и про защиту от огня забывать тоже не стоит. За победу над боссом дадут аж три драконьих сердца. Здесь же рядом, если забраться на водопад, можно разжиться драконьим кузнечным камнем. Ну ладно, хватит не по теме разглагольствовать, возвращаемся в данж. Называется он пещера забытых. Активируем на входе благодать, любуемся тушкой мертвого дракона и, подобрав золотую руну, продвигаемся вглубь. Тут под ледяным полом можно заметить агрессивных медуз и какой-то лут. Позже мы туда наведаемся, а пока держимся левой стороны и находим проход. За ним в комнате засели бастарды и крысы. Бьем по лицам и тем и другим, после чего забираем в укромном уголке смазку. Выходим из тупика, забираем напротив еще смазку и, избив мелкого бастарда неподалеку, отправляемся дальше. Снова придерживаемся левой стороны и аккуратно крадемся вдоль стены. Это позволит нам неожиданно атаковать спящего бастарда с топором. Используем эффект неожиданности и, расправившись с врагами, подбираем неподалеку личинку бабочки. Потом находим напротив золотую руну и продолжаем путь. В какой-то момент на возвышенности замечаем лут. Забрать его довольно просто, достаточно немного попрыгать. Идем дальше, натыкаемся на спящего бастарда и, конечно же, избиваем его, ибо нефиг расслабляться. После этого выходим в довольно большой зал, где тоже есть парочка бастардов. Избавляемся от врагов и у стены справа забираем лут. Тут лежат стрелы и руническая дуга. Все, дальше пути нет. Но, как мы понимаем, данж на этом заканчиваться не может, поэтому возвращаемся до того места, где подбирали лут на возвышенности и сворачиваем вправо. Тут растут цветочки и один из них растет наверху. Забрав его, можно заметить выступ напротив. Прыгаем туда, обходим стену слева и обнаруживаем спуск. Аккуратно достигнув дна, видим красных медуз. Это те самые, которых можно было наблюдать под ледяным полом. Эти твари не особо опасны, но они неприятно плюются ядом и мешают собирать лут. Рядом с ними на земле валяются пилюли, кристальные дротики и три лилии миккелы. В комнате дальше снова эти существа. Еще несколько пилюль и спуск к боссу. Аккуратно спускаемся, забираем по пути смазку и... Эй, наглое, куда вперед батьки лезешь? Кхм... Готовимся и заходим к боссу. За пеленой нас встречает крестоносец Бастард. От одного только названия уже случается диссонанс, но берем себя в руки и сражаемся с нелюдем. Этот негодяй, похожий как и Леонин, своровал у кого-то меч и возомнил себя крестоносцем. Хотя я не припомню крестов в мире Элден Ринг, поэтому как он до этого дошел, большой вопрос. Но несмотря на то, что его крестоносность высосана из пальца, он наносит весьма ощутимый святой урон, а значит перед боем с этим воришкой не будет лишним снарядить талисман с соответствующей защитой. За победу получаем 93 тысячи рун и двуручник золотого порядка. Тут все, отправляемся дальше. Следующий данж находится на юго-западном краю локации и называется Туннель Желтого Аникса. Очередной странное название. Ладно, для начала спускаемся на лифте и активируем благодать. Теперь пытаемся пройти дальше, но упираемся в закрытую дверь. Возвращаемся немного назад и падаем в отверстие. Только падаем не так, как я, а по-нормальному. Внизу убиваем шахтеров, поднимаем смазку и кузнечный камень восьмого уровня. Вообще этих камней тут довольно много и при этом они весьма незаметны. Поэтому, если вы в них нуждаетесь, то глаза надо держать открытыми и проверять каждый угол. Проходим дальше и попадаем в зал, разделенный на две части. Тут также есть шахтеры, от которых нужно избавиться. Делаем это, подбираем золотую руну и спускаемся по лестнице. Внизу убьем работяг и собираем добро. В какой-то момент нас атакует алебастровый повелитель. Бьем его больно, получаем меч и после этого находим рядом на теле драконий кузнечный камень. Закончив с делами, снова используем лестницу и поднимаемся обратно. Продолжаем путь, избивая бедолаг и собирая полезности. Поднявшись еще по двум лестницам, выходим в просторный зал, за которым имеется странное свечение. Собираем добро поблизости и, пройдя немного вперед, подвергаемся нападению еще одного повелителя. С этим я рекомендую пока не сражаться, а пробежать мимо и открыть короткий путь к благодати. Вот теперь можно и помериться, что сильнее, его сила притяжения или наша сила удара. Как видим, этот погонец весьма необычен и с удовольствием спамят довольно опасным заклинанием. Используем углы как укрытие от метеоров и избиваем долговязого. После боя дособируем полезности по округе и шагаем к благодати восстанавливать фляги. Ну что, пора отправляться к последнему на сегодня боссу. Он наверняка уже заждался. Открываем большие ворота и на огромной арене встречаем Астеля Звезды Тьмы. Или Звезды Тьмы. Ну, название босса вполне соответствует названию данжа. Что то хрен пойми, что это. Ну да бог с ним с названием. Одного Астеля мы уже били, проходя Огнилое Болото и этого побьем. Вызываем духа помощника, выделяем голову твари и начинаем по ней калашматить. Чуть не забыл, перед боем с этим боссом важно защититься от магии. Так, на чем я остановился? А, да, бьем босса по голове и это непременно принесет свои результаты. В этом бою также не стоит спешить. Пусть дух помощник почаще танчит. Это даст шанс не попасть под страшный навык Астеля, который он применяет где-то после половины здоровья. Дело сделано. За победу получаем 120 тысяч рун и заклинание Метеорит Астеля. Пора закругляться. Следующий ролик будет по Дворцу Магвинов. Кто ждал, не пропустите. По-прежнему рассчитываю на ваши комментарии, лайки и подписку. Если у вас есть аккаунт в Яндекс.Дзен, очень прошу подписаться там на мой канал. Не исключено, что в обозримом будущем на канале Дзен мои видео будут выходить на несколько дней раньше, чем на Ютубе. На этом у меня все, всем хорошего настроения и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok